Объединить усилия в помощи пострадавшим от военного конфликта на востоке Украины призывают волонтёры. На семинаре психологов об этом заявил Вилнис Чернявскис, специалист латвийских вооружённых сил, участвовавший в международных миротворческих операциях НАТО. Он приехал, чтобы поделиться опытом с украинскими коллегами и донести мысль, что только действуя вместе, можно помочь бойцам, вернувшимся из зоны АТО, реабилитироваться и вернуться к мирной жизни. Мы никого не обучаем, а мы просто делимся своим опытом. Здесь очень хорошие психологи, работают институты, но нет такой хорошей системы, как их организовать, чтобы они все вместе работали. Это самое главное, что работают вместе солдат, командир, семья, капеллан, психолог, медик и общество. И когда общество это тоже поймёт, и политики, и тогда это дело пойдёт. А если будет каждый в своём углу, тогда будет как будет. Кроме организации проведения встреч и семинаров, Латвия также активно помогает воинам АТО и переселенцам, доставляя в Украину гуманитарную помощь, сообщают активисты общественной организации «Волонтерска Сич». На днях прибыла вторая партия гуманитарного груза для раненых и проходящих реабилитацию в Одесском военном госпитале. Это функциональные автоматические кровати, это инвалидные кресла, коляски, это костыли, ходунки. И самое важное, наверное, для нас – это автоматическое полностью инвалидное кресло для нашего любимчика бойца Ваня с позывной «Грек», который полностью парализован. По словам участников семинара, консолидация усилий важна ещё и потому, что Украина не была готова к войне, и её последствиям. И тем тяжелее сейчас проводить работу с людьми, переживающими эти события. Пострадавшие не всегда осознают необходимость обращения к психологу. Проблема в том, щоб ми хотіли, щоб солдати хотіли, бійці, які повертаються, хотіли долати це і не боялися звертатися по допомогу. І так само родини, які чекають, які дочекалися своїх рідних, щоб вони теж не боялися звертатися, бо до тебе повертається зовсім інша людина. І ти не знаєш, як з нею спілкуватися, ти не знаєш, чому вона така. А ти по-своєму, зі свого мирного життя якось трактуєш його поведінку, а він зовсім інше все бачить. Тому, власне, потрібно, щоб ми були відкритіші і щоб ми хотіли дійсно допомогти один одному. Для цього проводиться ряд тренингов і семинарів, консолідірується усілия между волонтёрами разных регіонів країни. Наприклад, першлая встреча була посвящена тому, як помочь участникам боєвих действий, у которых посттравматический синдром. Також проводился тренинг по преодолению емоціонального выгорання, який часто наблюдається у волонтёров, работаючих в горячих точках.